Поговорим теперь о файловой структуре. Bittrex framework организован на файлах. Это значит, что весь код хранится в файлах и доступен для редактирования по FTP SSH. Это удобно для разработчика, так как он может подключиться через FTP и в своем редакторе смотреть код и редактировать. Давайте посмотрим на примере ядра, как реализовано хранение классов и методов в Bittrex. Сейчас мы находимся в корне сайта. Зайдем в папочку Bittrex, далее в папку models. Например, откроем модуль инфоблоков, зайдем в классы и откроем какой-нибудь класс iBlock.php. Как видим, здесь все методы доступны, они нигде не скрыты, они хранятся в файлах, ни в какой базе данных доступны для разработчика. Соответственно, также на файлах реализована структура сайта. Разделы и страницы существуют физически. Это удобно с точки зрения пользователя, потому как управление сайтом похоже на управление файлами и папками. Давайте посмотрим публичные разделы, которые есть сейчас на сайте. Зайдем в публичную часть. Сейчас мы видим в меню, у нас есть несколько разделов. Компания, новости, продукции, услуги, контакты. Зайдем в раздел «Компания». Мы видим, что в строке у нас добавился раздел «Компания». Давайте посмотрим ниже. У нас здесь есть файлы, которые есть в этом разделе. В данном случае зайдем в файл «History». Мы видим, что в строке появился «History.php». Давайте посмотрим, действительно ли этот файл присутствует физически на диске. Выйдем в корень раздела. У нас есть действительно такая директория «Компания». Действительно есть такой файл «History». Откроем его. И, как видим, здесь вся верстка связана с этим файлом. Это, опять же, повторюсь, удобно для разработчика, для пользователя. Можно открыть его в редакторе и изменить как угодно. В редакторе с подсветкой это особенно удобно. Стоит обратить внимание здесь на две… Подключение двух файлов. Это в начале «History.php» и в конце «Footer.php». Вместе с подключением этих файлов включается ядро системы. Соответственно, открытие каждой страницы в структуре инициирует выполнение ряда функций. Эти функции можно посмотреть в документации. Давайте посмотрим. Документация по один из Bittrex. Страница и ее порядок выполнения. Вот у меня открыто. Здесь мы можем посмотреть, какие операции выполняются при загрузке страницы по очереди. Давайте посмотрим работу в системе с динамической информацией. Например, откроем раздел «Новости». Мы видим, что открылась директория «News». Видим, здесь есть новости, список новостей. И есть возможность перейти на детальный просмотр новостей. Например, нажмем «Читать далее». Мы видим, что в строке у нас появился еще один раздел, третий. И давайте посмотрим, действительно ли так реализована структура на сайте. Давайте выйдем в корень. Видим раздел «News». Он действительно есть. Но у нас здесь нет такого раздела под цифрой 3. Вместо этого есть только один файл «Индекс.php». Откроем его. Видим, здесь опять же подключается header.php. Планетские операции. И здесь подключается компонент. Все дело в том, что здесь реализован так называемый ЧПУ. Механизм ЧПУ, о котором мы поговорим чуть попозже. И, соответственно, структура на сайте реализуется динамически. В данном случае это новости. Теперь рассмотрим структуру служебных файлов, которые используются в системе. Откроем корневой раздел. Здесь мы видим ядро системы. Все его основные рабочие файлы, компоненты, модули лежат в директории Bittrex. Также служебной папкой можно назвать папку upload. В ней хранятся загружаемые файлы, загружаемые через административную панель. И далее в корневом разделе можно назвать несколько системных файлов. В частности, это access.php. В нем содержатся указания по правам на папке. Далее файлы, связанные с меню. Это файлы bottom-menu.php, top-menu.php, другие left-menu.php, например. Далее следующий файл, section.php. Он содержит в себе информацию о текущем разделе. И файл 404.php. Этот файл не только участвует в ошибке 404. Этот файл нельзя просто так заменить на 404.html, потому что этот файл участвует в работе ЧПУ. Здесь в этом файле также не стоит размещать какой-то тяжелый код, потому что этот файл вызывается при всех битых ссылках. Соответственно, идем дальше. Файл 500.html — это файл, который вызывается при ошибках 500. На сайте здесь хранится какое-то визуальное представление, которое необходимо показать пользователю. И файл URL rewrite. Он содержит в себе правила для работы ЧПУ. Теперь посмотрим служебные файлы, которые находятся в специальной директории в папке Bitrix. Это директория PHP-интерфейс. Поговорим о файле init.php. Этот файл необязательный, он может отсутствовать. Его особенность в том, что он подключается в каждом хите, на каждой странице, в начале страницы, и последовательность подключения, его очередь. Можно посмотреть, опять же, в документации. Вот здесь подключение части пролога, и дальше идет подключение init.php. Вот оно. Соответственно, этот файл, как я говорил, подключается на каждой странице, на каждом хите, и служит для того, чтобы в нем хранился код, который необходим при исполнении на каждой странице. И так часто случается, что этого кода становится много, он становится не структурированным и представляет в себе некую кучу. И я бы дал рекомендацию структурировать логически этот код, размещать его, группируя по файлам или классам, и подключать через директиву include. Давайте приведем простой пример подключения функции через init.php, создадим функцию, которая будет у нас принтовать какие-то переменные. Для этого нужно сначала создать сам файл init.php, у нас его нет, давайте создадим init.php. И договоримся, что все функции в нашей системе будут храниться в определенном файле functions.php, и положим его в директорию include. Создадим здесь директорию include. Вот она у нас создалась. Давайте создадим здесь файл. Назовем его functions.php. Вот он создался. У меня заранее есть заготовленная функция, которую я собираюсь использовать. Сейчас я ее вставлю и расскажу, как она работает. Так, вот она functions.php. Вот моя функция. Она называется dump. Давайте расскажу, как она работает. Эта функция принимает три параметра. Один из них обязательный — это var. дальше идут необязательные параметры — это die и all. Здесь проверяется, является ли текущий пользователь администратором или является ли параметр all равным true. Это сделано для того, чтобы можно было воспользоваться распечаткой, даже если ты не являешься администратором. Далее после этого, после распечатки идет условие на die, на завершение работы всех операций, которые идут после этого скрипта. Но это необходимо в случае, если нужно действительно завершить работу всего, что идет после него. Так, сохраняем. Теперь у нас есть функция dump. Она лежит в файле functions, в папке include. Теперь нужно подключить этот файл в файле init.php. Давайте это сделаем. У меня тоже есть уже заранее заготовленный файл. И здесь мы воспользуемся директивой require once. Вот. Здесь идет проверка на наличие этого файла. К корню сайта мы подключаемся, используя суперглобальный массив document root, сервер и его параметры document root. идем в bitrix.php interface include functions и подключаем этот файл, если он есть. Сохраняем. Давайте проверим, работает ли наша функция dump откуда-нибудь из любого места сайта. Ну, например, возьмем индексную страницу, которая лежит в корне, и в конце принтанем какую-нибудь переменную. Допустим, у нас будет переменная, это будет массив, в котором будет какая-то строка и число. Давайте воспользуемся функцией dump, передадим в нее массив a. Сохраняем. Идем в публичную часть. Мы сейчас в разделе новости. Давайте перейдем на главное. Перешли и смотрим. В конце у нас распринтовалась переменная a. Идем здесь строку и число. Как известно, редактировать файлы можно через административную панель. Давайте отредактируем файл init.php через административную панель. Зайдем в контент, файлы папки, битрикс, php-интерфейс. Вот наш файл init.php. Давайте его каким-то образом отредактируем. Нажимаем сохранить. И видим, что заранее допущена мной синтаксическая ошибка появляется здесь, даже в административной панели. Отсюда следует очень важный вывод, что если разработчик работает с файлами системы и не имеет доступа к ftp-ss, то он может получить вот такие ошибки, исправить которые представятся возможным только обратившись к хостеру. Поэтому желательно работать с файлами системы, имея подключение. Файл init.php может также использоваться в многосайтовой системе и мы можем сделать свой собственный init.php для конкретного сайта. В нашем случае это S1. Давайте посмотрим ID сайта в настройках административной панели. Это настройки сайта и список сайтов. Здесь мы видим вот S1 — это ID нашего сайта. Соответственно, для того чтобы создать файл init.php, который будет работать только в нашем сайте S1, здесь в директории php-интерфейс достаточно создать директорию с идентификатором нашего сайта и в ней уже создать файл init.php. Эти файлы будут работать оба. Тот, который находится в корне php-интерфейса, тот, который находится в директории с идентификатором нашего сайта, но первым будет подключаться init.php, который лежит в корне php-интерфейса. Давайте добавим директорию S1 и создадим в ней файл init.php. Выведем какую-нибудь строку. И выведем какую-нибудь строку здесь в файле init, который лежит в корне. Соответственно, мы видим здесь строку, которая подключилась из файла init в корне php-интерфейса. И далее идет строка из файла, который подключается для конкретно нашего сайта в директории S1. При работе с законченным проектом часто бывает потребность в том, чтобы закрыть пользователям возможность пользоваться сайтом на некоторое время. Для этого есть специальная технология. Это закрытие публичной части. Настраивается она в главном модуле. Давайте посмотрим, как это делается. Заходим в административный интерфейс. Настройки. Настройки модулей. Главный модуль. Идем в конец. Временное закрытие публичной части сайта. Здесь есть вот кнопка такая. Мы нажимаем на нее. Все, публичная часть у нас закрыта для пользователей, которые не зарегистрированы, не являются администраторами. Давайте выйдем и проверим. Выйдем в публичную часть. И видим такую стандартную картину. Разработчик может изменить отображение вот этой страницы. Он может скопировать файл под названием site-closed.php в директорию php-interface include. И каким-то образом отредактировать вот эту страницу. У меня уже есть этот файл. Давайте его скопируем в соответствующей директории include. Вот inside closed. И посмотрим, что у нас отобразится здесь. Сайт временно закрыт. Здесь у нас в этом файле просто содержится верстка. Наипростейшая. Здесь мы просто написали напись, сайт временно закрыт. Видео. Видео. По-процерски. Поехали. Удачи. Удачи. Наипростейской бете. Продолжение следует...